Всем привет! Вы на канале, где я просто играю для вас. А в конце года все аккаунты, которые я качаю и развиваю, я буду разыгрывать здесь своих подписчиков. Поэтому, я думаю, вы догадываетесь, куда стоит нажимать и что стоит сделать. Сегодня у нас в Lords Mobile поговорим немного о фамильярах. Поэтому всем, кому интересно, делайте чаёчек, бутербродики и погнали смотреть видосик. Начнём с построек. Как вы видите, лидера у меня снова спёрли. Забываю я его прятать и его постоянно берут в плен. Но ничего, скоро казнят и он вернётся домой. Поначалу я бы рекомендовал вам застроить всё колодцами. Так как они дают очень хороший бонус к скорости созданию пактов. Поначалу вам нужно будет создать огромное количество разных пактов, чтобы поймать фамильярчиков. И колодцы в этом вам очень и очень помогут. А уже после, когда вам нужно будет качать уровень вашего фамильяра, так сказать, приручать их, тогда вы можете застроить всё вольерами. Так как они дают очень хороший бонус именно к приручению, к прокачке уровня вашего фамильярчик. Ну а так, конечно, смотрите сами. Кто как хочет, так и качает фамильяров. Что касается шмоток для прокачки фамильяров. Они дают очень хорошие бонусы. Но тут кому как повезёт. У меня есть зелёненькие шмотки, фиолетовые. Опять же фиолетовые. И опять же зелёненькие. И, конечно же, есть золотые кубы, которые делать проще всего. Ещё раз повторюсь, тут кому как повезёт с выбиванием редких ингредиентов для изготовления шмота. Конечно, можно психануть, купить несколько пакетов и сделать хороший топовый шмот для прокачки ваших фамильяров. Но возникает вопрос. Стоит ли оно того? Ну и здесь, конечно же, решать только вам. Ну и, конечно же, не стоит забывать про академию. Здесь есть специальная ветка исследований, которая так и называется фамильяры. В ней вы сможете найти огромное количество разных исследований. Изучив которые, вы ускорите развитие и прокачку ваших фамильяров просто в несколько раз. Но тут, конечно же, всё зависит от вашего желания и возможностей. Когда-то и я очень активно ворвался в эту веточку. Но прокачав третьи пакты, я также активно её и забросил. Поехали смотреть самих фамильярчиков. Проще и быстрее всего качать, конечно же, фамильяров с первых пактов. Немножко сложнее и дольше со вторых. Ещё дольше и сложнее с третьих и четвёртых. Но и фамильяры там дают очень крутые бонусы, ради которых, конечно же, придётся попотеть. Но для начала придётся изучить специальные исследования в академии. А уже после вторые, третьи и четвёртые пакты станут вам доступны в Сакральной башне. И вы сможете их создавать. Давайте же посмотрим, какие фамильярчики ждут нас в пакте 1. Ах, первый фамильярчик здесь это Террит. У него два навыка. Первый даёт скорость создания пактов плюс 20%. Постоянный эффект. Но для этого вам придётся, конечно же, прокачать уровень вашего персонажа до максимального 60. И осколками увеличить уровень навыка до 10 уровня. Второй его навык даёт случайное количество осколков в три раза от 5 до 30 штук за один раз. Время перезарядки один день. В принципе, этот фамильяр даёт очень хорошие и нужные бонусы. Я бы рекомендовал вам его себе сделать. Ну а так, конечно же, смотрите и решайте сами. Военные навыки мы разберём в одном из следующих видеороликов. Сегодня мы их трогать не будем. Дальше у нас идёт дубовый корень. Здесь один навык. Добыча дерева плюс 25% постоянно. Если у вас монорез дерева, то вам придётся себе качать дубовый корень. Лорд Магмы. Один навык. Добыча камня плюс 25% постоянно. Если у вас камень, то это ваш фамильяр. Инженер. Добыча руды плюс 25% постоянно. Если у вас монорез руда, то вы поняли, кто ваш фамильярчик. И последний, пятый фамильяр из пакта 1А это Яцек. У него тоже один навык. Даёт бонус подвал плюс 10%. Если данный бонус вас заинтересовал, то милости прошу качать себе фамильярчика и Яцека. На этом фамильярчик из пакта 1А закончились. Переходим к пакту 1Б. Первый тут Аквариус. У него два навыка. Первый даёт производство аниме плюс 40%. Постоянный эффект. И второй. Получите от 60 до 120 ВИН. Время перезарядки 12 часов. Очень хорошие, а самое главное нужные навыки. Данного фамильяра я вам тоже рекомендую. Но решать конечно же только вам. Следующий у нас Земли ШИП. Один навык производства еды плюс 25%. Постоянный. Если вы производите еду, если у вас монорез еда, то это ваш фамильярчик. Следующий у нас НОМ. Один навык. Добыча золота плюс 25%. Постоянный эффект. Следующий у нас Мастер Зверей. Один навык. Даёт нам скорость передвижения войск поддержки плюс 25%. Ну тут смотрите, решайте сами. И последний пятый фамильярчик. Ети. Он даёт нам скорость передвижения войск снабжения плюс 25%. Тут тоже смотрите и решайте сами. Качать кого-то или не качать. Дальше мы перейдём к пакту 2А. Посмотрим, какие фамильярчики ждут нас здесь. Стормовид. В этом фамильярчика три навыка. Первый даёт бонус защита стен плюс 20%. Второй. Скорость восстановления энергии плюс 10%. И третий. Получите 20 тысяч случайных войск первого класса. Время перезарядки 3 дня. В принципе, самый полезный навык здесь. Это скорость восстановления энергии плюс 10%. И я бы всё-таки рекомендовал вам его прокачать. Следующий фамильярчик у нас Хепри. Тут два навыка. Первый. Производство еды плюс 35%. И второй. Получите запас ресурсов, который можно произвести за 4 часа. Время перезарядки 1 день. В принципе, неплохой фамильярчик, который будет вам каждый день давать совершенно безвозмездно определенное количество ресурсов. Можно прокачивать. Дальше у нас Тотемы. Два навыка. Первый. Это добыча дерева плюс 35%. И второй. Мгновенное обновление товаров на торговом кораблике. Если вы в поручении гильдии берете кораблики, то этот фамильярчик вам очень и очень пригодится. Следующий. Птица Рока. Два навыка. Первый. Скорость исцеления в больнице плюс 25%. И второй. Сокращает время казни на 360 минут. Этот фамильярчик очень полезный. Рекомендую к прокачке. И последний. Фамильяр в пакте 2. А это Чародей. Первый его навык. Это скорость передвижения войск союза плюс 25%. И второй. Это мгновенное завершение текущего преобразования. В принципе смотрите и решайте сами. Качать его или не качать. Вот такие вот пять замечательных фамильярчиков ждут вас в пакте 2. А. Дальше переходим в пакту 2. Первый здесь Пирос. У него три навыка. Первый дает бонус доп снабжения плюс 20%. Второй сокращает время преобразования на 10 минут. И третий убивает от 7,5 до 12,5 тысяч солдат в казармах противника. Количество не превысит 5% от общего числа войск. В первую очередь будут выбраны войска более низкого класса. В принципе очень даже прикольный фамильярчик. Болдур. Два навыка. Первый. Добыча камня плюс 35%. И второй. Заполняет шкалу помощи для текущего строительства. Если вы планируете активно строиться, то этот фамильярчик вам в этом поможет. Краби. Первый его навык. Добыча руды плюс 35%. И второй. Бонус к опыту игрока плюс 10%. Если у вас монорез руда, то вам придется прокачать себе краби. Бритоголовый. У него два навыка. Первый. Максимальный объем хранения аниме плюс 20%. И второй. Получите попытки в колизее плюс 10 штук. Если вы его себе прокачаете, то каждый день будете получать по 10 дополнительных попыток в колизее. И последний фамильярчик в пакте 2Б это гарпия. Первый ее навык. Это вместимость убежища плюс 50 тысяч. И второй. Получите вип очки в виде случайного предмета. Количество предметов 3. Время перезарядки 1 день. Этого фамильярчика я бы рекомендовал вам прокачать. Так как вип уровень дает очень хорошие бонусы. И каждый день получать по 3 дополнительных предмета в виде вип очков это очень и очень круто. Поэтому рекомендую. Ну конечно же смотрите и решайте сами. Дальше переходим к самому вкусному. К третьим и четвертым пактам. В третьих пактах первый фамильярчик это Грифон. У него 3 навыка. Первый дает бонус. Максимальный размер войск союза плюс 50 тысяч. Второй навык. Скорость тенировки плюс 5%. И третий. Возвращаются и войска в течение 6 секунд. Не действует на войска коалиции. Время перезарядки 30 минут. Очень крутой фамильяр с нужными бонусами. Дальше у нас идет Рино. И первый его навык это Грузоподъемность плюс 35%. Второй. Атака кавалерии плюс 10%. И третий. Завершает сбор ресурсов для 5 случайных добывающих ресурсов отрядов. Неприменимо к самоцветным источникам и дает очки события. Очень крутой фамильяр конечно же рекомендую к прокачке. Гремлин. И первый его навык. Скорость строительства плюс 5%. Второй навык. Скорость сбора самоцветов плюс 10%. И третий. Получите от 1000 до 2000 самоцветов. Время перезарядки 2 дня. Если вы его прокачаете на максимум. То каждые 2 дня будете получать совершенно безвозмездно от 1000 до 2000 самоцветов. Дальше у нас идет гоблин. Первый его навык. Скорость сбора плюс 25%. Второй навык. Добыча золота плюс 35%. И третий. Получите от 6 до 12 лямов золота. Время перезарядки 1 день. Прокачая себе гоблина каждый день будете получать от 6 до 12 лямов золота. Что очень и очень круто. Дальше у нас идет Патрик. Первый его навык. Скорость исследования плюс 5%. Второй. Атака стрелков плюс 10%. И третий. Получите звезды. В виде случайных предметов. Количество предметов 3. Время перезарядки 2 дня. Прокачав Патрика. На максимум каждые 2 дня вы будете получать звезды. Бегать в лабиринт. И пытаться поймать джекпотик. Волхв. Первый его навык. Создание пактов. Плюс 5. Второй навык. Срок действия бонуса алтаря. Плюс 360 минут. И третий. Заполняет шкалу помощи для текущего исследования. Но тут в принципе смотрите сами. Если бонусы вам подходят, то можете прокачать. Если нет, то нет. И последний фамильярчик в третьих пактах. Это Крот Шаман. Первый его навык. Это вместимость больницы плюс 5%. Очень крутой навык. Второй. Атака пехоты плюс 10%. Если у вас пехота, то вам придется себе прокачать Крота Шаманчика. И последний его навык. Третий. Восстанавливает 50% прочности крепостной стены. Время перезарядки 1 день. Ну, такое. В принципе, здесь в третьих пактах очень крутые фамильяры. Почти всех я рекомендую качать в первую очередь. Они дают очень крутые бонусы. Которые помогут вам в разы быстрее развиваться. Ну что, ребятки. Остались последние четвертые пакты. Поэтому не переключайте. Троянский конь. Давайте рассмотреть, какие у него навыки. Первый. Дает бонус. Максимума за кавалерии плюс 10%. Второй. Защита армии во время запала битвы плюс 10%. И третий навык. Увеличивает максимальный размер союзной армии на 125 тысяч в течении 30 минут. Время перезарядки 4 часа. Очень хорошие бонусы я бы себе прокачал данного фамильяра. Мрачный жнец. И первый его навык. Скорость передвижения плюс 10%. Второй. Максимума за стрелков плюс 10%. И третий. Убивает от 20 до 50 тысяч солдат в разармах противника. Количество не превысит 5% от общего числа войск. В первую очередь будут выбраны войска более высокого класса. Вот этим фамильярчиком можно побить врагов. Конечно же рекомендую к прокачке. Титан. Первый его навык. Максимума за пехоты плюс 10%. Второй. Защита армии плюс 10%. И третий. Перемещает крепость противника после успешной атаки. Активен в течении 15 минут только на одну битву. Время перезарядки 12 часов. Но тут конечно смотрите сами. Адский драйдер. Первый его навык. Максимума за пехоты 10%. Второй. Побег лидера плюс 10%. Очень неплохо. И третий. Дает 15 тысяч случайных отрядов. Самого высокого класса. Доступно вам с первого до четвертого. Время перезарядки 3 дня. В принципе очень даже неплохо. Магод. Первый его навык. Вместимость казарм плюс 5000. Второй навык. Защита пехоты плюс 10%. И третий. Снижает производство ресурсов противника на 95% на 360 минут. Время перезарядки 30 минут. Вот это круто. Вот это можно кому-то нагадить. Погнали дальше. Сабли зуб. Первый его навык. Охота на монстров. Скорость передвижения плюс 25%. Очень круто. Второй навык. Защита кавалерии плюс 10%. И третий. Один раз в течение 15 минут. Увеличивает серию охот на 15. Не сработает. Если серия достигла максимума. Время перезарядки 1 день. Ну тут прикольно конечно. Прикольно. Можно прокачать. Поиграться. Следующий фамильер у нас вьюжник. Первый его навык. Бастион хаоса. Скорость армии и коалиции плюс 25%. Неплохо. Второй навык. Защита стрелков плюс 10%. И третий. Выличивает объем отправленных ресурсов на 300% на 60 минут. Время перезарядки 8 часов. В принципе если вы будете отправлять ресурсы. То вам пригодится этот навык. Скряга. Последний фамильяр в четвертых пактах. И первый его навык. Максимальный вклад плюс 10 тысяч. Второй навык. Скорость создания камней навыка плюс 20%. И третий. Получите 3 случайных драгоценности. Вот это круто. Вот этого нужно прокачивать. Я думаю его самый сложный фамильяр. Которого можно прокачать. Пакты четвертые. Очень затратны по времени конечно же. И по ресурсам. Но тем не менее. Они дают действительно очень крутые бонусы. Поэтому конечно же рекомендую вам быстрее их открыть. И начать прокачку фамильяров. У меня к сожалению пока они не открыты. Но в скором времени я думаю займусь их прокачкой. Ну что ребятки. Давайте я вам покажу какие бонусы от фамильяров я уже получаю. Я могу взять дополнительные 4 попытки в Колизее. Мгновенно завершить текущее преобразование. Заполнить школу помощи для текущего строительства. А также могу мгновенно завершить сбор ресурсов. Правда только для одного случайного отряда. Золотокопатель у меня прокачан до 8 уровня. И с него я регулярно получаю от 4,5 до 9 лямов золота. Немного прокачаны ресурсы. А также запас энергии. Который я пополняю каждые 16 часов. Сейчас я активно качаю гарпию и ее навык первый класс. Чтобы с ее помощью прокачать свой уровень своего вип статуса. Джекпот и звездопад у меня прокачаны на максимум. С них я регулярно получаю самоцветы и звездочки. И последнее что у меня прокачано это землетрясение. Дает случайное количество осколков. Два раза от 5 до 30 штук за один раз. В принципе этого мне более менее чем достаточно. Конечно по мере возможности я прокачиваю своих фамильяров и улучшаю их навыки. Так что переходите в академию и начинайте активно изучать редку фамильяры. На карте мира бейте шамана в воду, выбивайте редкие ингредиенты. И делайте шмотки на прокачку ваших фамильярчиков. А также не ленитесь качать самих фамильяров и улучшать их навыки. Ведь с их помощью вы ускорите свое развитие в несколько раз. И будете получать очень крутые плюшки. С вами был ваш просто Play4U. Если вам интересно следить за тем как развиваются все мои аккаунты в разных играх. То обязательно подписывайтесь на канал. Ведь в конце года все эти аккаунты я буду разыгрывать среди всех своих подписчиков. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем большое спасибо за внимание. Счастья, здоровья и до скорых встреч.